привет мои дорогие друзья и зрители мы первый день барселоне светит яркое солнце сегодня мы отправляемся на фуникулер и поднимемся на гору тибидаба привет привет как ты ну что мы вышли из нашего отеля это можно сказать от и вот этот желтый наш дом значит вот представляете как мы сюда доезжали расскажу вам как мы приехали из аэропорта конечно очередной раз нас накололи таксисты поэтому сколько мы не пытаемся как бы избежать всех этих обманов но нам это никак не удается вчера после риса мы опять сели на такси он нас довез примерно вот до этого места остановился посредине и несмотря на то что у него была как бы на щучке одна цифра он выкатил нам 55 евро быстро сказал давайте платите поскольку он стоял посреди дороги нам ничего не оставалось как заплатить в общем ужас причем этих таксистов наглых не останавливает ничего не то что у них работал счетчик и там другая цифра не то что мы платим карты они наличными все равно не сбивают любую цифру который совершенно не соответствует красивый вид так что вот так вот мы опять накололись очередной раз с такси а здесь вот мы опять находимся в новом районе да вот так вот мы путешествуем поэтому по этому району район этот называется как там я потом скажу часы показывают 10 градусов и светит ярко ярко солнце когда смотришь на деревьях да деревья абсолютно зеленые трава зеленые зеленые но не все вот здесь вот нет например листиков сосна такая крупных на ней все есть вот такие кактусы тоже посажены он тут какие веселые домики а мы уже прям вот здесь он телевышка все что я читала все перед нами все уже здесь осталось подняться как вы поняли это район совершенно не туристический это типичный спальник здесь нет ни ресторанов не кафе негде отдохнуть вот 124 здесь ходит из транспорта здесь только социальный автобус а все люди передвигаются на своих машинах ой мандаринчики никто не есть на следующем деле зачем мы поселились в этом районе дело в том что я запланировала посещение храма святого сердца который расположен на горе тибидаба а этот район по карте самый близкий к этой достопримечательности к сожалению здесь этот принцип жить поближе к достопримечательности не работает покажу как мы добрались на конец ворота вы хотите по горы или по горы? по горы? Мы не уже без автобуса, поэтому сейчас подойдет автобус и мы поедем к куникулёру. Он даже называется куникулара. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте. Поехали. Поехали, пожалуйста. Поехали. Хорошо. Хорошо? Нет. Хорошо. Спасибо большое. Окей. Вот это, по-моему, фуникулар. О, нет, тут клоус. Наши заключения на этом не закончились. Мы приехали к закрытой двери, фуникулёр в январе не работает. Этот человек таксист и он рассказал нам, что до Храма Святого Сердца сегодня мы можем добраться либо пешком, либо на такси. Естественно, мы поехали на такси. Правда, не с этим водителем. Мы на горе Тибедада. У нас вряд ли что-то может остановить. И таксист оказался исключительно порядочным. Ни копейки больше, чем на щучки, он не взял. Есть нормальные таксисты, которые честно работают. И вот здесь ещё есть вот эта телебашня. Это тоже достопримечательность Тибедада. Эта телевизионная башня построена по проекту английского архитектора Нормана Фостера. Она имеет высоту 268 метров. На ней есть смотровая площадка, которую любят посещать туристы. С неё открываются отличные виды на всю Барселону. Январь-февраль площадка не работает. Билет стоит 6 евро. Очень много людей, несмотря на то, что фуникулёр не работает, поднялись, видимо, сюда самостоятельно. Но это молодые люди в основном. Ну, как самостоятельно. Вон там целая парковка машин была. А, ну да. Или на машинах, да. Согласна. Это церковь. Храм Святого Сердца. Сейчас посмотрю. Вот там он, пожалуйста, отдыхайте. Храм Святого Сердца – величественное сооружение, которое видно из любой точки Барселоны. Гора Тибидаба имеет высоту 512 метров над уровнем моря. Название Тибидаба происходит от перевода на латынь слов из Евангелия, которые означают «тебе даю». Так дьявол искушал Христа красотами мира, показывая ему их с вершины. Сначала на вершине горы в 1886 году появилась небольшая часовня. А в 1902 году заложили первый камень в будущий фундамент Храма Святого Сердца. «А часовня впоследствии стала его частью». «Добро пожаловать в это первое, что написано». Собрание здесь. Единственное. Смотри, какой прекрасный вид. Христос-то должен быть. Вот он. Вот он появляется. Обещается? Да, вот там смотровая площадка наверху. Он там был зван. Строительство храма продолжалось почти 60 лет под руководством архитектора Энрика Санье, но завершал работу уже его сын. Храм Святого Сердца состоит из двух легко отличимых друг от друга частей. Нижняя часть – крипта. И верхняя часть, собственно, сам храм. Какой красивый центральный у них портал. Вот такой весь. Для постройки нижней части был использован песчаник – камень, добываемый на холме Монжуик. И эта часть храма похожа на неприступную крепостную стену. Верхний уровень построен на контрасте. Вторая часть храма представляет собой изящную легкую церковь из белого камня, выполненную в стиле неоготики. На самом высоком шпиле церкви возносится к небу статуя Иисуса, которые простирают руки над лежащим внизу городом, словно защищая его. Вход в храм бесплатный. Посмотрите, как внутри украшена крипта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аудиогид стоит 6 евро. Билеты на лифт, чтобы подняться на смотровую площадку к статуе Христа 5 евро. Билеты на лифт, чтобы подняться на смотровую площадку к статуе Христа 5 евро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, вон там люди стоят. Где Христос? А, ну это вот Топу там сказал. Так, всё, мы пошли подниматься наверх. Какая тут лестница, смотри. Это лестница винтовая. Вот такая вот картинка. Да, вот это вид. Лестница винтовая. Лестница винтовая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я тут хожу одна Красота Надеюсь, вы насладились со мной видами Барселоны Поверьте, это увлекательное зрелище И любоваться им можно бесконечно Но лучше подниматься сюда в теплую погоду Потому что здесь дует холодный пронизывающий ветер Ну а мы с вами сейчас поднимемся к статуе Христа И упадем ему в объятия Заглянем в его глаза Обратно все идет намного проще Так, ну что, так обратно в лифт На обратном пути мы заглянули в верхнюю церковь Интерьер верхней церкви выполнен в готическом стиле Много красивых витражей, посвященных различным святым Перед церковью расположена огромная площадь Она же смотровая площадка Вниз спуститься можно по двум широким лестницам Зима, все закрыто, туалеты закрыты Фуникулер не работает Но народ продолжает осваивать гору Тибидада Вот он, Христос, которому я поднималась так высоко Вот это станция фуникулера, которая закрыта Вот по этой лесенке я так подозреваю на посадку Продолжение следует... Так, все, мы приехали на другой фуникулер На 111 автобусе А сейчас поедем снова в город Посмотрим, куда он ходит Туда и поедем, туда и обратно В транспортной системе Барселоны Разобраться не так просто Существует большое количество различных билетов Мы взяли обычный билет по 2,40 Но он оказался комбинированным То есть он действует на фуникулер и на бедрон Музыка 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 она стоит недорого 12 евро на стаканах название забегаловки кому интересно после еды как это обычно бывает у нас открылось второе дыхание и мы решили прогуляться по центру барселоны до бессмертного творения гауди дома мила большинство объектов гауди мы уже посетили видео есть на моем канале оставлю ссылку ну вот теперь посетим и дом мил перед нами дом мила он был построен гауди по заказу текстильного магната и политика перемена и кампс билетаж отводился под жилые помещения для семьи заказчика остальные этажи предназначались для сдачи в аренду это последнее завершенное творение гауди после этого он отказался от частных проектов и погрузился в строительство храма святого семейства сейчас мы с вами отправляемся за билетами а заодно и насладимся фасадом здания он напоминает скалы омываемые морскими волнами кованые элементы балконов похожи на морские водоросли волнистые леди переходят в одна в другую и создают иллюзию постоянного движения люди прозвали этот дом лапедриро что означает каменоломня это здание входят в десятку самых популярных достопримечательностей барселоны 1969 году он был признан памятником испании национального значения а в 1984 году дом мила был включен список всемирного наследия инеска дом мила по-прежнему жилое здание и она только частично открыта для посещения туристов 1987 году студенты children 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 а и плюс шестьдесят пять лет а где 22 евро окей вход в дом мила осуществляется через внутренний дворик и здесь хорошо видны конструктивные особенности этого дома это каркасная система с колоннами из камня кирпича или железа которая приняла на себя всю нагрузку и устранила необходимость несущих стен благодаря этому гауди получил возможность сделать планировку здания внутри максимально свободно здесь вы можете взять аудиогид совершенно бесплатно дети хозяев дома спали рядом с комнаты служанки пробежимся по внутренним жилым помещениям здания они не оригинальные кабинеты спальня столовые туалеты все как везде и Субтитры сделал DimaTorzok И конечно здесь есть большой магазин сувениров Здесь можно много чего интересненького купить Всем рекомендую Вот на чердак На чердаке довольно темно И здесь находятся в основном макеты самого дома Интерактивные экраны с информацией И показом этапа строительства этого дома Ну и также чертежи, планы Кому-то может быть интересно Этот дом также известен своей уникальной террасой Расположенной на крыше Тут находится целый сад скульптур На самом деле большинство из них Имеют функциональное значение Так как это стилизованные Вентиляционные шахты и дымоходы Ну и тогда будет спрашивать Субтитры сделал DimaTorzok Конечно экскурсия оказалась интересной Дом Мила уникальное строение Его обязательно нужно посетить Особенно тем, кто любит творчество Гауди На этом я хочу попрощаться с домом Мила А также закончить первый день нашего пребывания в Барселоне Рядом с домом Мила находится старинное кафе В котором мы решили отдохнуть перед дорогой в отель Дальше очередной кофе на ход ноги Силы уже нету Собираемся на метро Обратно домой До встречи в следующих видео Путешествие по Барселоне еще не закончено Всем добра и мира И пока-пока